МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дмитрий Артюхов рассказал о решениях Ямала, которыми в округе усилят новые национальные проекты. Семья, кадры, молодежь и России, экономика данных. Обзор большого обращения губернатора в нашем сюжете. Свой доклад глава ЯНАО начал с главного. Помощи ямальским военнослужащим и их семьям. В округе открыты филиалы фонда «Защитники Отечества». Вместе нам удалось снять большинство вопросов, которые остро звучали после объявления частичной мобилизации. Фонд помогает оформить документы и льготы. Решить вопросы реабилитации. Иногда здесь просто выслушают и дадут нужный совет. На Ямале мы сразу выстроили систему помощи нашим бойцам, их близким. Встречаюсь с жителями, чтобы из первых уст узнать, что беспокоит их прямо сейчас. Вместе мы разработали десятки мер поддержки. Для помощи бойцам в зоне СВО находится специальный представитель губернатора. Ямал постоянно отправляет своим военнослужащим стройматериалы, автомобили, беспилотники, бронезащиту и другие вещи. Заявки отрабатывают в кратчайшие сроки. Вот эта печка. Нам прислали ее с Ямала. Греет нас уже на первый год. Помощи очень много от людей. Собирают, присылают и гуманитарную помощь. В моем подразделении есть такие вот замечательные машинки. Этот коптер помогла нам привезти 12-я школа в городе Ямбрск. Артюхов отметил, нужно уделять особое внимание качественной и своевременной реабилитации наших бойцов. Чтобы подобрать оптимальную тактику для восстановления их здоровья, ямальские медики консультируются с коллегами из ведущих клиник страны. Несмотря на внешнее давление, предприятия топливно-энергетического комплекса стабильно работают. Ключевые предприятия этой сферы продолжают воплощать масштабные проекты. Не только производственные, но и социально направленные. Объем инвестиций в основной капитал остается одним из самых высоких в стране. По итогам прошлого года он в шестой раз подряд превысил 1 триллион рублей. Мировой спрос на газ растет и продолжит расти. Мы видим это на примере ямальских проектов. Завод Ямал-СПГ последние два года производит рекордный объем изжиженного газа и выдает до 120% от проектной мощности. Именно сжиженный газ вкупе с ямальскими нефтью и газовым конденсатом формирует почти 80% всей грузовой базы Северного морского пути, внося ключевой вклад в выполнение задачи президента по развитию СМП. Одна из ключевых задач Ямала – переселение северян из аварийного жилья. За последние годы округ серьезно продвинулся в этом направлении. 700 тысяч квадратных метров уже расселили. Переехали в комфортные квартиры 25 тысяч семей. Все муниципалитеты сейчас – одна большая стройка. Этот год станет рекордным по числу новоселий. По программе «Молодая семья» время ожидания в очереди сократилось в пяти до полутора лет. Озвучил губернатор и курс на создание комфортной городской среды. В этом году начинаем новый масштабный проект «Мой двор». Его задача – комплексно подходить к благоустройству дворов, чтобы избежать ситуации, когда свежий асфальт укладывают поверх изношенных коммунальных сетей. Рассчитываем за пять лет полностью изменить облик более 400 дворов. Это затронет около 20 тысяч семей. Больше никаких разбитых бамперов и испорченных колес. Дмитрий Артюхов рассказал и об обновлении дорог. В этой сфере уже проделана большая работа. В ближайшие три года займутся дорогами от Нового Уренгоя до Карачаева. Продолжится ремонт трассы на Дымс-Алихарт и от границы округа до Губкинского. Дмитрий Артюхов акцентировал внимание, что трагические события 22 марта требуют адекватных решений в сфере безопасности. Все ключевые аэропорты и вокзалы Ямала уже оснащены камерами с доступом в единую систему видеонаблюдения. Искусственный интеллект позволяет распознавать прибывающих на Ямал и сравнивать их профиль с базами данных правоохранительных органов. По такому же принципу организуют наблюдения на социальных объектах транспорта и в крупных торговых точках. Задача на этот год на въезде в округ запустить новейший инспекционно-досмотровый комплекс. Рентген для автомобилей будет сканировать все, что ввозят в наш округ. Это решение станет дополнительным барьером для проникновения на Ямал наркотиков, оружия и других запрещенных грузов. На Ямале будут расширять сеть отделений патологии речи. Два центра уже работают в Ноябрьске и Новом Уренгое. За три года аналогичные откроют в каждом городе. В этом учебном году в школах появятся ресурсные классы для детей с аутизмом. Также губернатор сообщил о продлении срока реализации детского реабилитационного сертификата до 18 лет. Округ работает над тем, чтобы у всех детей на Ямале были равные условия для образования и раскрытия талантов. За пять лет построили 28 новых детских садов. Сейчас основные усилия направлены на школы. В этом году откроют двери шесть новых школ. Заработает Кванториум в Ноябрьске. Строится технопарк и в Новом Уренгое. За последний год в регионе вдвое увеличилось количество выпускников, которые получили максимальные 100 баллов по итогам ЕГЭ. Округ поставил цель направить еще больше усилий на развитие математического образования. С 2017 года в копилке Ямала нет ни одного 100-бальника ЕГЭ по этому предмету. Со следующего учебного года планируем открыть пилотные начальные классы с математическим профилем. Внедрим олимпиадные программы для подготовки учеников 7-8 классов и летние математические школы для старшеклассников. Привлечем к этой работе педагогов, чьи воспитанники показывают лучшие результаты. Продолжаем проект знакомства с культурой Востока. Будем расширять наши возможности преподавания китайского языка. Ведем курс второго иностранного в шести школах Ямала уже со следующего учебного года. В своем докладе Дмитрий Артюхов также коснулся темы здравоохранения, молодежной политики и программы масштабного обновления колледжей, подготовки к юбилею нового Уренгоя, поддержки Донбасса. Благодарю большую команду Ямала. Вместе мы достойно проходим все вызовы последних лет. Нет сомнений, дорога, которую мы выбрали, пройдет сквозь трудности. Не избежать ошибок и разочарования. Но именно из этого состоит путь к победе. Главное – продолжать движение. Наша страна переживала разные времена. Знаю ямальцев, нас, как и весь российский народ, не сломить. С полным текстом доклада можно ознакомиться на сайте правительства ЕНАО. Подробнее о тезисах мы будем рассказывать и в других выпусках новостей. Мария Яновская, телерадиокомпания «Сидма» для НОР-24. На Ямале продолжает развиваться персонализированная медицина. Беременным женщинам из группы риска проводят бесплатное генетическое исследование. Пилотный проект был запущен на территории ЕНАО в 2020 году по поручению губернатора Дмитрия Артюхова. За это время выполнено более 8 тысяч исследований. В прошлом году врачи проверили около тысячи будущих мам с Ямала. Неинвазивный пренатальный тест определяет риски развития генетических заболеваний у будущего малыша. Например, синдромы Дауна или Клайнфельтера. Данное исследование в ЕНАО проводится совершенно бесплатно, но по показаниям. Это женщины возраста 35 и более лет и высокая и средняя группа риска по результатам скрининга Астрая. Процедура безопасно проводится через обычный забор крови из вены. Анастасия Карабаева воспитывает сына Мирода. Во время беременности девушка попала в зону риска. Ей было назначено исследование. Сейчас мальчику год и четыре месяца. Он здоров, а мама спокойна. Анастасия снова в положении. Врач также назначил девушке пройти неинвазивный пренатальный тест. Забор крови медики провели в женской консультации. Затем образцы передали в Москву. Результат будущая мама получила через 10 дней. Бонусом к новости об абсолютном здоровье с малыша стало точное определение пола ребенка. Скоро у Анастасии родится девочка. На данный момент забор крови для проведения исследования проводится в Ноябрьске, Сарихарде, Новом Уренгое и Надыме. А непосредственно само исследование биологического материала за пределами ЕНАО. В ямальских школах ведут уроки работы с нейросетями. Губернатор поручил департаменту образования внедрить вводный курс к новому учебному году. Помимо школьников, Дмитрий Артихов намерен расширить горизонты мышления у собственной команды. Глава Ямала хочет внедрить технологии искусственного интеллекта во все ключевые управленческие процессы. И к другим темам выпуска в новостях короткой строкой. В Новом Уренгое изменится маршрут автобуса номер 13. С 1 апреля он будет останавливаться у железнодорожного вокзала. Сейчас же конечная точка – аэропорт. Место отправления из Карачаева остается прежним, сообщил департамент транспорта и дорожного хозяйства ЕНАО. С вокзала до аэропорта доехать можно на бесплатном автобусе номер 101. Их будет два на линии, поэтому интервал между рейсами сократится. В России снизился коэффициент рождаемости. По итогам 2023 года суммарный индекс, то есть среднее число детей на одну женщину, составил 1,41, сообщил Росстат. За последние 17 лет это минимальный показатель. Более низкое значение было зафиксировано в 2006 году. Что касается продолжительности жизни населения, то в среднем по России этот показатель прогнозируется на уровне почти 80 лет. Впервые в России на Собском рыбзаводе на Ямале начали тестировать технологии по выращиванию нельмы в установках замкнутого цикла. Сейчас весь рыбопосадочный материал находится в специальных инкубаторах. В них проводят профилактическую обработку и планируют ожидаемое количество личинок. Молодь будет жить в бассейнах с чистой водой из горной реки Собь и питаться живым гранулированным кормом. Это максимально способствует развитию нельмы. Сейчас этот вид находится под угрозой исчезновения. В июле в ОПе выпустят около 150 тысяч мальков массой 1,5 грамма. Восстановление популяции ценных видов рыбы в 2023 году поручил реализовать Владимир Путин. Занимаются этим в Опертышском рыбохозяйственном районе. Ямальские строители восстановят еще одну школу в Волновахском районе. Ремонт в здании уже начался. Одноэтажная школа построена в 1967 году. Там никогда не было капитального ремонта. В здании заменят и утеплят кровлю инженерные коммуникации. Обновят пищеблоки и фасад. Появится система видеонаблюдения и пожарная сигнализация. После завершения работ в школу привезут современную мебель и оборудование. Об этом сообщает телеграм-канал «Строим Ямал». Сейчас короткий перерыв на рекламу. Не уходите далеко. Мы скоро продолжим. Сеть клиник современной стоматологии «Все мои 32». Профессиональный, инновационный, комплексный подход к решению любой проблемы. От диагностики и лечения до имплантации и протезирования. Это высоко квалифицированные врачи с большим опытом. Сеть стоматологических клиник «Все мои 32». Запись по телефону 25 95 95. Как в Новом Уренбой сделать МРТ? Позвонить в поликлинику «Сканер». Выбрать удобное время. Прийти в поликлинику за полчаса до записи. Обследоваться. И получить результат. Все за один визит в «Сканер». Быстро, комфортно и без очереди. Что можно сделать за три дня? Придумать дизайн. Раскроить. Облицевать громкой. Добавить фурнитуру. Собрать и... Радоваться новой кухне. Детская и шкафу-купе. Элит мебели. Пожалуй, самое быстрое производство мебели в Новом Уренбое. Проспект Губкина, 6 Г. Телефон 231 231. Всероссийская олимпиада школьников по истории в самом разгаре. Экватор пройден, письменные задания выполнены, но впереди еще много интересного. В том числе заключительные и, как говорят многие, самый сложный тур с устным заданием. О том, как школьники провели в Новом Уренбое четвертый олимпиадный день, расскажем в нашем сюжете. Я из Москвы. Я из Брянской области. Мы из Краснодарского края. Я из Республики Данистон. В Новом Уренбое продолжается заключительный этап Всероссийской олимпиады. По истории позади два письменных тура. Историческое СС-проектом и тестовые задания. Перед финальным рывком, третьим устным туром у участников передышка. Свободный день. Ребята могут отдохнуть, проанализировать уже пройденные испытания и оценить свои шансы на победу. Для меня традиционно сложен исторический проект, так как всегда анализ разных типов источников вызывает различные трудности. В этот раз более статистические материалы, графики, таблицы, диаграммы. Их сопоставление, сравнение вызывает определенные трудности. Тестовый тур мне показался более сложным, чем первый тур, а конкретно это были задания про Великую Отечественную войну и Первую мировую войну. Наверное, самая базовая книга для историка олимпиадника – это трехтомный учебник ГИМО. Его очень важно прочитать, потому что в нем содержится прям базовая-базовая история. Я не могу выделить что-то отдельно, но могу сказать, что в каждом туре есть своя специфика. И, допустим, в первом туре нужно влиться в работу, уложиться в тайминг, а во втором туре нужно внимательно читать задания и смотреть то, что от тебя требуют. Моя любовь – это 18 век, и эссе в этом году было по Елизавете Петровне. Это, конечно, было такое отдушенное на протяжении всей Олимпиады. У каждого тура свои критерии оценки. Для многих заданий нужно не только обладать целой базой исторических данных в голове, но и уметь анализировать, делать выводы, аргументировать. Чтобы стать победителем Олимпиады, недостаточно просто знать все даты и имена. Написать за короткий срок связанный толковый текст на заданную тему – это достаточно сложно, это процесс творческий. И если вот этого творческого элемента нету, то оценка по даже формальным критериям будет ниже, чем могла бы быть. Поэтому писать нужно грамотно, хорошим русским языком, и это приносит свои плоды. Проверка и оценка работ проходят в отсутствии связи между самой работой и автором этой работы. То есть мы не знаем, чью работу мы проверяем. Каждая работа зашифровывается, и мы видим работу только в виде листочков текста. Вот эта олимпиадная натренированность такая хорошая, на конкретику, на знания, на умение находить детали – вот эта техника уже сейчас довольно развита у многих олимпиадников. Следующая стадия хорошая была бы, когда участник может уже на этом уровне рассуждать. Есть очень, судя по всему, хорошие результаты в девятых классах, которые даже, ну, лучше, некоторые из них, некоторые из них лучше, чем, допустим, большинство работ старших ребят. Заключительный этап Всероссийской Олимпиады требует от участников не просто отличного знания на школьном уровне, здесь нужен самый настоящий исследовательский склад ума, понимание исторических процессов и эрудиция академического уровня. Мы должны аналитическим умом большим обладать, то есть мы должны понимать источник, понимать, кто его создал, с какой целью, понимать период, что происходило, и с помощью этого мы уже можем найти верный ответ. Лично для меня я скажу, что, скорее всего, тестовый тур был сложнее, потому что настолько углубленные знания, что невозможно к нему подготовиться, настолько все знать, а как раз-таки к эссе, возможно, подготовиться, берешь свой период, все перечитываешь, подготавливаешься и пишешь. Ой, да у меня какого-то особого секрета нету, отчасти мне просто очень хорошо везло с соперниками, отчасти, наверное, просто нужно свой предмет любить, и на самом деле очень многие олимпиадники даже не замечают, как много они учатся. В принципе, на олимпиаде не сильно, чтобы спрашиваться больше школьной программы, просто нужно как-то мощь дизнания применить. Как вызвать познавательный интерес у подрастающего поколения и помочь ребятам по-настоящему влюбиться в науку, знают наставники. Именно они помогают не сбиваться с пути и уверенно идти к цели. Большую роль играет семья, я считаю. Если родители с детства прививают любовь к истории, любовь к чтению вообще, и за критическое мышление, то потом к нам попадают в руки уже хороший рабочий материал. Мне кажется, здравая планочка – это где-то восьмой класс. С восьмого класса можно участвовать уже за девятый класс, увлекаться историей, заниматься историей. Будущие участники начинают задолго до того, как они попадают в руки к тренерам. И все же заключительный этап олимпиады – это не только про испытания, но еще и про приключения. Побывать на Крайнем Севере мечтают многие путешественники, а юные историки уже здесь. В свой выходной знакомятся с Севером. Вот с правой стороны вот так сядете, и с левой стороны один, три человека. Я ждала, что здесь будет очень холодно, но здесь очень добрые люди. И вот кажется, что так теплота, которую они дарят нам, как гостям, все компенсирует. Круто, круто. Особенно природа. Природа вот прям очень нравится. То есть, особенно, когда мы летели на самолете, было ясно, все было очень хорошо видно. И когда смотришь на турниру вот с этой вот высоты, с высоты нескольких сотен метров, это очень впечатляет. Это вот белое пространство с некоторыми перелесками такими небольшими. Ну, действительно, очень круто. Сегодня мы прям активно поездили по музеям, съездили вот сюда вот, покатались на оленях. И прям впечатления достаточно разносторонние, потому что, с одной стороны, это вроде как бы место, где такая газодобыча, вроде все такое новое. Но, с другой стороны, здесь огромное количество традиций. И это достаточно интересно заполняет друг друга о том, как быстро произошло развитие у данного региона. Впереди третий тур. Анализ исторического текста и устное выступление перед жюри. Это очень объемное задание, требующее от школьников глубокого погружения в исторический контекст. Но и ребята, собравшиеся на Ямале в эти дни, не просто ученики старших классов. К решению этих сложных заданий они готовились не один месяц и даже год. Всероссийская Олимпиада, когда лучшие ученики из разных регионов собираются в стенах одного учреждения. Прекрасная возможность провести мини-опрос. И узнать секреты, как ребята из разных уголков страны готовятся к такому мероприятию. Можно ли сделать это без наставника? И чем поразил гостей Новый Оренгой? В целом холодная погода, но очень интересные, отзывчивые люди. Также в целом очень теплый прием. Очень приятно. Здесь все такие вежливые, воспитанные. Это славно. Город вполне опрятный. То есть это радует, что достаточно отдаленный от Москвы город выглядит настолько хорошо. Наверное, особенно запомнился этот вот интересный раскрас. Белый с синим. И вот особенно вот эти вот узоры сверху домов. Это выглядит очень ориентально. Я знаю, что ваш город очень молодой, но несмотря на то, что ему где-то около 50 лет, он уже стал газовой столицей. И это поражает. Так быстро и уже газовая столица. Не все так могут. Нужно усердно трудиться и любить тот предмет, на котором мы сейчас есть, то есть историю. Просто очень долго сидишь и работаешь каждый день, воспитываешь в себе дисциплину. Культурный бэкграунд. Ходить по музеям Третьяковской... Ну, это если вы в Москве живете. Нужно разбиваться всесторонне. Ходить по музеям, ездить по городам. Читать. Очень много читай, 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 читай. Смотреть, 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 смотреть. И если реально всем вот этим жить, тогда это будет само себе одной большой подготовкой. Для подготовки, конечно же, необходимо много времени, потому что это получение новых знаний, нового опыта. И я думаю, школьник может готовиться как самостоятельно, так и вместе со своим преподавателем. Но я приоритетно выбираю готовиться с кем-то, потому что это большая поддержка от учителей. Да, у меня были наставники. Это и из школы моей педагоги, и из онлайн-школы тоже педагоги. Очень мне помогли. Ну, в принципе, можно и самостоятельно, если достаточно энтузиазма. Ну, шоколадки часто используют многие олимпиадники. Ну, это не только как бы перекус, но и считается, что устанавливать силы или ума. Нужно во время на тур взять шоколадку. Я беру. Вчера брал, вот сегодня тоже возьму. Наверное, дипломатия, да, гимно какое-нибудь. Пока точно не знаю, но не связано с историей. Скорее всего, на дизайн. Удивительно. А почему тогда олимпиада по истории? Ну, так исторически сложилось. Точно не знаю, куда я буду поступать, но я точно выбрала уже свое направление. Как вы уже правильно сказали, оно во многом связано с историей, с историей нашей страны. Да, я хотела бы быть историком и заниматься наукой. Ну, я пока еще точно не решил такой вуз, но буду иметь в виду те вузы, которые принимают олимпиаду по истории. Олимпиада по истории в разных университетах разные возможности открывает. Где-то это направление туризм, где-то международные отношения, где-то политология, где-то просто исторический факультет. Ямальцы продолжают активно голосовать за объекты благоустройства. На данный момент свое мнение выразили уже 50 тысяч северян. Активнее всех выбирают территории жителей Губкинского, а также Ямальского, Париуральского, Красноселькубского и Пуровского районов. Именно в этих муниципалитетах самый высокий процент проголосовавших относительно количества жителей. На выборы ямальцам предложено 52 локации. 15 объектов, которые наберут больше всего голосов, преобразят в 2025 году. Напомню, в Новом Уренгое жителям предложено 4 территории для голосования. Пешеходная зона на улице Сибирская, зона отдыха на проспекте Губкина и в микрорайоне Юбилейный, а также сквер Белые ночи на Ленинградском. На данный момент лидирует территория в Юбилейном. За нее проголосовали уже более 3 тысяч человек. На этом все. Дальше наш информационный блок продолжит программу «Патруль». До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok